Телевизионная инструкция по безопасности, которая научит, как действовать в сложных ситуациях и не стать жертвой обстоятельств. Репортажи с мест чрезвычайных событий, обзор происшествий, журналистские расследования, эксклюзивные интервью и уникальные съемки. Все это в программе 112 на телеканале Север. Спасательная операция на Печоре, которая длится уже больше двух недель, продолжается. Напомню, в республике Коми у деревни Леждук, в 130 километрах от столицы округа, затерто во льдах два наринмарских судна с баржами и пассажирами на борту. Утром 6 ноября ледокол «Атаман Ермак» пришел на помощь застрявшим судам. После они начали движение в сторону Наринмара. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ Панао, прибытие судов в Наринмар ожидается 8 ноября. На кораблях, попавшись в чрезвычайную ситуацию, находятся 19 человек и 26 единиц техники. Первоначально на двух баржах, принадлежащих предпринимателям из Наринмара, находилось 49 человек. Из них 30 были вывезены на вертолётах. Как заверили представителям ЧЕС, никто из оставшихся пассажиров не пострадал и в медицинской помощи не нуждается. Баржи находились непосредственно в близости к населённому пункту, где для них было организовано регулярное горячее питание и ночлег. Напомним, баржи предпринимателей шли в сторону Наринмара сквозь льды самостоятельно, пока не были остановлены льдами в Леждуге, где впоследствии им оказал помощь ледокол «Атаман Ермак». Судно СТ-27, принадлежащее фирме «Транзит Транс», судно «Приморс», собственность фирмы «Мишарин ЛТД». Баржи доставляют в Наринмар легковые автомобили, приобретённые наринмарцами. Сотрудники МЧС предупреждают, что в период потепления выход на водоёмы особо опасен. Это риск для вашей жизни финансовой потери. Уже несколько недель в Наринмаре действует постановление мэра города. За выход на лёд можно поплатиться не только жизнью, но и штрафом. За время ледостава произошло сразу несколько случаев, когда люди уходили под воду. В Красном есть жертвы. Региональное управление образования в ближайшие дни проведёт встречи со школьниками и студентами, чтобы напомнить им правила поведения на льду. Главное управление МЧС «Осея» напоминает, что выход на лёд в период ледостава категорически запрещен. Межведомственная комиссия огласила результаты преступности за три квартала этого года. Количество умышленных убийств и разбойных нападений в округе снизились. На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений звучали самые разные цифры. Так, например, среди подростков всё отмечается снижение преступности почти на 50%. Это относится к грабежам и причинению вреда здоровью. Однако общий показатель преступности остаётся высоким. За 9 месяцев текущего года число зарегистрированных преступлений увеличилось на 40%. На сегодня остаётся острая проблема подростковой наркомании. В течение всего года в школах города и округа проводились беседы с родителями о вреде наркотиков. Специально для родителей трудных подростков проводили большие городские собрания. Говорили о профилактике правонарушений, употреблении алкоголя и наркотических веществ. Представители прокуратуры и силовых структур отвечали на интересующие вопросы родителей. Также в этом году проведено тестирование учащихся на употреблении наркотиков. Проблема у нас в том, что не так много детей хотят пройти это тестирование. Или проходит первую её часть, то есть теоретическую, а практическую, создачу анализов и так далее, уже там гораздо меньше детей проходит. Как считают представители правоохранительных органов, уменьшить число правонарушений во всех направлениях поможет и безопасный город. Система камер видеонаблюдения будет фиксировать обстановку практически во всех районах города. Видеоматериалы будут поступать в мониторинговый центр. Первые 20 камер уже функционируют на улицах города. Исполнение судебных решений, а значит и восстановление справедливости, пожалуй, так в нескольких словах можно охарактеризовать работу этой службы. История российской государственности на протяжении почти полутора веков неразрывно связана с этой деятельностью. 1 ноября страна отметила 149 лет со дня образования Института судебных приставов. За это время они заняли достойное место в системе госслужбы. Судебный пристав, а работа интересная, но трудная, признается Сергей Ермолин. Заскание задолженности с виновных лиц, исполнение судебных актов – и это далеко не полный список обязанностей. Приходится отдаваться ей полностью. После армии решил связать свое будущее со службой в судебных приставах и не прогадал. Он работает всего полтора года, но за столь короткий период уже успел зарекомендовать и проявить себя с лучшей стороны. Неоднократно был поощрен грамотами за добросовестное выполнение работы. Также отметили на торжественном награждении. Сегодня свою работу любит и собирается трудиться на благо людей. Очень хорошая работа, это большой багаж знаний, как сейчас, так и потом в дальнейшем. То есть это все не пройдет зря. И в дальнейшем большие победы. Наградили лучших представителей службы. Отдельно отметили ветеранов, чей стаж составляет более 10 лет. Всем были вручены грамоты и благодарственные письма. Для современной России это достаточно молодой праздник, но он успел прочно закрепиться в календаре и обрести свои традиции. Главное богатство службы – ее сотрудники. Настоящие профессионалы, руководствующиеся принципами законности и государственности. Следующий год – юбилейный. Службе судебных приставов исполняется 150 лет. За это время они заняли достойное место в системе государственной службы. Вслед за судебными приставами отметили большой праздник полицейский – день сотрудника органов внутренних дел. Официально, согласно календарю, он выпадает на 10 ноября. Но все торжества решили провести 7-го. Впрочем, выходной по такому случаю не предусмотрен. Большинство полицейских праздник встретили на работе, зато в парадной форме. Он должен быть честным, храбрым и тот, который уважает и ценит свою малую и большую родину. О том, что их служба и опасна, и трудна, Саша Кузьменко, конечно, знает. Но менять свой выбор уж точно не собирается. Ученик кадетского класса в будущем, говорит, уверенно станет полицейским. Ловить преступников и защищать людей – мечта, которая живет с ним каждый день. И хотя Саша еще юн, но стрелять, пусть пока не из настоящего оружия, научился не хуже бойцов спецподразделения. Он не побоится вступить в схватку с противником, уверен в том, что после учебы на его плечах обязательно засверкают погоны. А еще… Есть ли какая-то мечта такая, может глубоко, когда-нибудь, через много-много лет, стать таким же почетным полицейским? Я хочу стать первым генералом в НАУ. То есть такие планы у тебя, да? Да. После того, как понятие милиции ушло в прошлое, управление внутренней службы потерпело серьезную реформу. Помимо названия, обновился личный состав. Те, кто переподготовку не прошли, сняли с себя погоны. Вместо них на службу заступили более грамотные и молодые правоохранители, что для современной полиции очень важно, уверяют ветераны. Полковник в отставке Виталий Кожевин службе отдал почти три десятка лет. Начал обычным постовым, закончил с заместителем начальника тогда еще УВД. Он уверен, полицейскими не рождаются, их воспитывают. Работа милицейская, она не связана вот с кабинетной работой. Практически это, как в той песне поется, оно так и есть. Ни днем, ни ночью покоя. Тебя могут поднять любое время, днем, заполнить. И куда ты поехал сегодня, куда тебя направила судьба сам. Это, так сказать, ситуация. Это ситуация, которая на сегодня, она непредсказуема. Самых лучших за честь и доблесть профессиональный праздник наградили грамотами, благодарственными письмами и медалями. Впрочем, некоторых даже повысили в звании. А это, пожалуй, цель каждого стража порядка. Я полагаю, что в любой работе нужно человека пощать, и ты его все равно подбадриваешь, стимулируешь. Когда немножко больше начинаешь служить после 10 лет, то уже как-то вот медаль, ну как бы, первая медаль-то она все равно после 10 лет. И до 10 лет, вроде бы, об этом не думаешь. После церемонии награждения большой концерт. Но перед этим уникальная выставка редких образцов оружия, которые есть в арсенале полицейских. Пули, непробиваемые бронежилеты, костюм сапера, автомат калашников и даже гранатомет. И это еще не все. Посмотрите, главное, потрогать можно все, что пожелаешь. От простейшего пистолета Макарова до снайперской винтовки Драгунова. Она весит почти 5 килограммов и использует при спецоперациях. Благо, уверяют полицейские, на деле пока применять не приходилось. Ну, действительно тяжелая. Имеется на вооружении органов внутренних дел пистолет-пулемет ПП-90. Значит, в собранном состоянии он имеет у нас вот такой вид. Разбирается очень просто, буквально одним движением. И сразу же, практически в таком состоянии, он готов к боевым действиям. Уже после все действия переносятся в концертный зал. Хотя он не запомнился, впрочем, это неудивительно. Многие полицейские праздник встречают на службе. Покинуть ее они просто не имеют права. Смертно! Смертно! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как и другие правоохранительные органы страны, мы стоим на защите кондиционного порядка и национальной безопасности, на страже ценностей и фундаментальных основ нашего общества. Вот почему так высокая мера нашей личной ответственности. С профессиональным праздником полицейских со сцены поздравил губернатора региона Игорь Кошин. Он сказал, что ведомство в целом справляется с поставленными перед ним задачами. Глава региона отметил, что для общества важны все направления работы ведомства. Борьба с криминалом, экстремизмом, защита экономических прав. И добавил, жители НАУ сегодня доверяют полицейским. Я хочу сказать, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит перед нами вместе с вами одни и те же задачи. Это служение закону, это порядок, это улучшение качественного уровня жизни нашего населения. И абсолютно правильно было замечено Олегом Владимировичем о том, что в последнее время растет положительное отклики, растет положительное мнение, количество положительных оценок в деятельности органов внутренних дел. Они еще раз поблагодарили лучших и вспомнили героев. Героев, которых сейчас на этом свете нет. Это те, кто, защищая жизни других, расплатился своей. Пример героизма и отваги. Их будут помнить всегда.